Что такое гонорар успеха? Сегодня темой нашего выпуска будет ответ на вопрос, что такое гонорар успеха. С вами я, адвокат Антон Лебедев, и так начнем. Под гонораром успеха адвокаты и юристы подразумевают условия договора с доверителем, которые ставят в зависимость от результата выполнения поручения размер оплаты. Например, в случае вынесения судом положительного решения по вопросу доверителя, доверитель обязуется выплатить определенную денежную сумму. Ранее такой подход к оплате правовой помощи Президиуму Высшего арбитражного суда признал неправомерным, о чем было выпущено письмо от 29 сентября 1999 года, номер 48, о некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг. Указанное письмо гласит, в то же время не подлежит удовлетворению требования исполнителя о выплате вознаграждения, если данное требование истец обосновывает условием договора, ставящим размер оплаты услуг в зависимости от решения суда или иного государственного органа, которое будет принято в будущем. В этом случае размер вознаграждения должен определяться в порядке, предусмотренным статьей 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом фактически совершенных исполнительных действий. Таким образом, Президиум Высшего арбитражного суда говорит о пункте 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, который гласит, в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена, исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взымается за аналогичные товары, работы или услуги. В результате суды стали активно пользоваться этой позицией, отказывая во взыскании гонорара успехов с клиентов, несмотря на наличие соответствующих положений в договорах. Так произошло в деле А-40, дефис 57.322 2012 года, где доверитель не захотел платить гонорар успеха юристам. Арбитражный суд города Москвы указал, что такое вознаграждение не соответствует правовым позициям Конституционного суда и Высшего арбитражного суда. Таким образом, тема гонорара успеха была закрыта на некоторое время. После анализа рынка правовой помощи ряд специалистов уже был не столь категоричен. Дело в том, что анализ показал, что отсутствие возможности включения в соглашение с доверителем условия о гонораре успеха удорожает правовую помощь и делает ее менее доступной. В некоторых случаях специалист может заключить договор с условием небольшого аванса, а оставшаяся оплата и ее размер будут зависеть от результатов выполнения поручения. При отсутствии возможности использования гонорара успеха специалисты вынуждены заключать договоры на фиксированные суммы, закладывая в эти суммы повышенные размеры оплаты. Дело дошло до того, что активно стали обсуждаться поправки в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре. Предлагаемое в проекте Федерального закона номер 469-485-7 о внесении изменений в Федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации в пункте 4.1 ст. 25, закрепляющий порядок и законность включения соглашения об оказании юридической помощи, условия, в соответствии с которым размер или выплата доверителям вознаграждения зависят от результата оказания адвокатом юридической помощи. Текущая редакция законопроекта содержит следующую формулировку. Адвокат вправе в соответствии с правилами, установленными Советом Федеральной Палаты адвокатов, включать в соглашение об оказании юридической помощи условия, в соответствии с которым размер или выплата доверителям вознаграждения ставятся в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи. Пока законопроект обсуждают, Верховный суд вынес определение от 24 декабря 2018 года по делу номер 306 дефис ЭС 18 дефис 16762. Данное определение коснулось и гонорара успеха. Суть дела заключалась в следующем. Участники долевого строительства уступили право требованию неустойки к застройщику юридической фирмы. При этом стороны определили размер платы за уступаемое право как 70 и 30 от взысканной по решению суда денежной суммы. По условиям договора юристам причиталось 30%. Исходя из условий договора, становится очевидно, что размер вознаграждения стоит в зависимости от судебного акта. Дело дошло до Верховного суда Российской Федерации, который указал на то, что суд, касационная инстанция, не имел оснований для квалификации указанных условий договора как условия о гонораре успеха. Правда, указанный спор разгорелся вокруг договора цессии. И как будет вести себя суд при споре по договору поручения на выполнение правовой помощи с таким условием, остается тайным. В скором времени законопроект, изменяющий закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, станет законом. И для адвокатов вопрос будет решен. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok